Здравствуйте, дорогие друзья! Начало ноября 2023 года. Меня зовут Стас Крючков, и я рад новой встрече с вами. Подписывайтесь на этот канал, оставляйте свои реакции. Это сильно помогает сказанному быть услышанным, а важному не оставаться вынесенным за скобки. Сегодня я рад приветствовать у себя в гостях поэта, лингвиста и богослова Ольгу Александровну Седокову. Ольга Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Я был верен в своих квалификациях. Вы знаете, для меня это всегда проблема, как представляться. Меня спрашивают, потому что я такими многими вещами занималась. Иногда одно важно другое. Иногда я представляюсь как переводчик, потому что переводом я тоже много занималась. Вы знаете, меня что остановило здесь? Поэт, безусловно, лингвист, вне всякого сомнения. Богослов, вот сама дефиниция, само это именование рода деятельности, рода занятий на сегодня, она кажется небезусловной. Вы согласны с тем, чтобы слыть богословом, религиозным мыслителем в большей степени? Нет, в серьезном смысле я себя богословом никогда бы сама не назвала. То, что я пишу, каким-то образом соотносится с этими темами, естественно. Но строго, в смысле, богословие, я привыкла думать, что это что-то другое все-таки. Такого формального богословия я, в принципе, это не касаюсь. Хотя, на самом деле, темы эти для меня, наверное, самые важные. Но я люблю о них говорить непрямо. И мы непременно их коснемся, потому что тема христианского просветительства, что ли, тема христианского гуманизма, мне кажется, сегодня чрезвычайно важна в свете того, что само христианство понимается на отдельных территориях, наверное, не как нечто существенное, а как нечто систематически организованное, именно как религия. И это большой вопрос, который заставляет об этом думать. Насколько я знаю, застал вас сразу после университетского занятия, правильно? Это такой домашний семинар по Горациям. Чему Горациям. Это серьезный разговор. А не разделяете ли вы опасения, что сегодня любой разговор, претендующий на серьезность, это мое допущение, да, во всяком случае, я существую вот в таком ощущении момента. Любой разговор, претендующий на серьезность, сегодня имеет несколько трагическое измерение. Вероятно, я бы сказала, что подступы к такому разговору очень тяжелые, потому что я как раз, если мне приходится выступать публично, а эти последние полтора года я это очень редко делаю, вот, то я выступаю только на очень определенные темы и, соответственно, серьезные темы, но очень конкретные, вот, допустим, о Данде или о чем-нибудь таком. И, конечно, каждый раз думаешь, как это сейчас может звучать, как это странно, потому что мои собственные мысли заняты, честно сказать, по большей, большую часть времени другим. Вот, но когда, каждый раз, когда я начинаю, оказывается, что именно это вот тут, сколько я пробовала в разных аудиториях выступать по их приглашению. Это меня каждый раз поражает, но действительно в этом что-то есть, и это совсем, я бы не сказала, что это побег от актуальности. Это выглядит, скорее, как побег от безумия во что-то настоящее, во что-то такое, что, вообще говоря, человека всерьез занимает. Но общий состояние такой, что выйти к этому трудно. Когда вы говорите, задумываетесь о том, каким образом это будет звучать, ваши опасения в большей степени связаны с тем, что сегодня это приобретает такое мультиплицированное звучание, или наоборот, что контекст настолько изменился, что многое из высокого становится, ну, в некотором смысле, неуместным вот в таком бытовом, что ли, социальном контексте. Ну, да, конечно, я исхожу из того, как представляю себе состояние своего современника, людей того склада, который я представляю. Вот, и мне кажется, что это как будто не должно, не должно кого-то интересовать, и может быть понято как эскапизм, а это мне совершенно не хочется, это не эскапизм. Вот, что касается того, обесценивает ли его происходящее, то, о чем я думала прежде, и не изменила свои представления об этом, нет, такого у меня нет чувства, что все, дескать, повешено в прах. Нет, этого нет. Просто бывает, ну, допустим, подняться, выпрямиться в рост там, где все бегут, спасаясь, допустим, от пожара, и начать разговаривать про данты было бы странно. Вот такая трудность. Я бы хотел сегодня поговорить о людях, о времени, о способе мышления, о вещах, которые нашу жизнь определяют. Жизнь с другими, и прежде всего с самим собой. Знаете, есть текст, который для меня важен, и я вот часто перечитываю. Ну, часто как? Вот когда мне становится тяжело, я его перечитываю, потому что в нем я слышу какое-то тонкое звучание. Это текст в переводе Бибихина. Четверть века назад Мартин Хайдегерф, в 50-м году выступил в Баварской Академии Изящных Искусств с докладом «Вещь». Наверняка он вам знаком. И меня всякий раз на себе останавливает абзац о близости. Он один из первых, то есть это первая страница этого, не самого большого текста, он страниц 30 занимает. Он говорит, что спешное устранение расстояния не приносит с собой никакой близости, ибо близость заключается не в уменьшении отдаленности, что непредставимо далеко в пространстве может быть нам близким. Малое отстояние еще не близость, а большое отстояние еще не дальность. Александр, а что такое близость для вас? Это категория из ряда относящихся к вещам протяженным или к вещам мыслим? Что вам близко? О, вы знаете, если начать предметно перечислять, то это будет очень странный список. Владимир Вениаминович Бибихин был моим другом и, наверное, самым близким собеседником в течение долгих лет. Поэтому темы многие мы обсуждали с ним и во многих сходились, но не во всех, конечно, но очень многие нам были одинаково понятны. Я сама, вы знаете, вот когда читаю ленту Фейсбука, там время от времени какие-нибудь кусочки Бибихина печатают, и каждый раз я с удовольствием вдыхаю воздух, потому что все безвоздушно. Эти его высказывания могут быть о самых разных вещах, но каждый раз я с удовольствием даже удовольствие – это не то слово, с удовлетворением, глубочим удовлетворением. Думаю, ну вот это правда, вот это нужно. Вот. О близости и далее я сама писала, и, не знаю вам, книга моя такая встречалась о Рембрандте. Она уже выходила три-четыре раза, по-моему, допечатывали. И вот там как раз, пожалуй, тема моя даже не близость, а наоборот даль. Даль в человеке. Это то, что теряется. Про близость я и не говорю. Но то, без чего нельзя общаться, на мой взгляд, и что хотя бы самым поверхностным образом выражает систему вежливости, которая не позволяет вот так вот вплотную приближаться. Вот. Но это, конечно, просто внешнее выражение. Тем не менее, более серьезно видеть в человеке его даль. Для меня это очень важно. И это видит искусство часто. Не близость, а даль. То, что тебе кажется близким, ты видишь вместе с его даль. Вот это для меня важно. Это некая потаенность? Или это не... Нет, это не потаенность. Ее можно не видеть и не чувствовать от поверхностного внимания просто. Но никто ее не скрывает. Это какой-то большой простор, который открывается за отдельным явлением. Принадлежит ему. Это его даль. Это не просто даль какая-то. Это его даль. Что в нем есть не то, что вот видно, что тебе сейчас интересно то, с чем ты согласен. Нет. А видеть вот так, как художник видит вещи. Он их видит вместе с их даль. То есть вместе с их, говоря, языком Бибихина принадлежности всему миру. А, кстати, возвращаясь к Хайдегеру, вот в Хайдегере перевода Владимира Вениаминовича больше Бибихина или больше Хайдегера? Потому что это цитата из немецкого мыслителя. Вы знаете, я думаю, что Владимир Вениаминович гениальный переводчик Хайдегера. И как обычно в таком переводе здесь есть и то, что переводится, и тот, кто переводит. Но от того, кто переводит, тоже нужно не все. Вот. Если ты будешь что-то, я могу сказать, все вкладывать, то это будет все свое, то это будет ужасно. Знаете, какой-то анекдот я помню, что только не помню, между кем происходил этот разговор. Ну, в общем, кажется, Рахманинов сказал, что он не смог всего себя вложить в свою музыку литургическую. А его собеседник сказал, слава Богу, чтобы это было. Вот. И, конечно, когда ты переводишь и когда я перевожу, то от переводчика нужны некоторые главные черты. Это внимание. И следующее из внимания понимание. Вот. И, ну, да, скромность, которая тоже личное свойство. Любовь к предмету перевода. Конечно. Неизбывность. Позволите вернуться к разговору о близости еще в такой более частной перспективе. Вот лично для вас, что на протяжении жизни остается неизбывно близким не в территориальном, а именно в таком духовном, ментальном смысле слова. Не подвергаясь никакой эрозии, не подвергаясь никакому сомнению. Сомнения даже, наверное, не то, что... Вы знаете, мне, пожалуй, так трудно прямо ответить. Я вообще не очень люблю прямые ответы. но я могу сказать, что я довольно мало переживала каких-то глубоких переломов и перемен в моей жизни внутренних. и то, что мне было близко и дорого. Мне кажется, что в целом оно осталось таким же, сколько я себя помню, то есть лет с четырех. То, что я любила, то я люблю. Оно может как-то появляться в других фигурах, в других смыслах. Но, в принципе, мне кажется, что мне довольно рано сейчас слово душа не употребляется, но для меня это реальная вещь, что моя душа была преданна каким-то вещам и остается преданна в общем-то всегда. Мне не приходилось сильно менять свои взгляды, пристрастия и так далее. Так что к человеку говорит, что с ним переворот какой-то случился. Нет, я такого вообще не помню. Кстати, вспоминая у вас есть эссе, не знаю, правильно ли я определяю жанр в пользу прозаичности души. Она посвящена постмодернистской культуре в целом. Вы говорите там о постмодерне как о практике, которая стала возможной в целом, насколько я верно или неверно это интерпретирую, вынесение за скобки той самой души, то есть предельного и последнего. А я задаюсь вопросом для себя, если мы исходим из этого допущения, то каков механизм утраты вот этого предельного и последнего, в силу чего душа на сегодня для значительной части является понятием, сущностью, непонятием, сугубо спекулятивным за счет того, что она повреждается, она ломается, перестает функционировать вот в том режиме, который ей свойственен вот от природы своей, да, или в силу того, что мир бездушевен, ну, это понятно, что очень такая спекулятивная конструкция, но тем не менее, вот вы механизм этот могли бы объяснить, вы о нем наверняка задумывались, если я верно описываю ситуацию, быть может, я заблуждаюсь. Вы знаете, я не очень берусь причинные связи устанавливать, почему это или каким образом это случилось, как Владимир Вениаминович Бибихин, я не профессиональный философ, надо сказать, так же, как и не богослов профессиональный, вот, но это те пространства, где мне хорошо, я люблю читать философию, я люблю читать богословие, того и другого я читала достаточно много, мне это не только не скучно, но наоборот, это мне интереснее, часто гораздо интереснее, чем то, что пишется в билетристике, потому что в билетристике для меня много совсем неинтересно, написано там стихами, прозой, совершенно не хочется, неинтересно читать, вот, а вот эти вещи я люблю читать, да, к чему, к чему, отчего я сюда пришла, из чего душа вырастает и что наносит непоправимый урок, причинные связи, как это случилось, я не берусь, вообще не люблю этот разговор о причинах, но почему я вспомнила Бибихина, потому что вот Бибихин, я спрашивала как-то свою французскую собеседницу, которая занимается современной философией, я спросила, к какому направлению вы бы отнесли Бибихина современной философии, и она, подумав, сказала, вероятно, это русская феноменология, так как вы знаете, феноменология описывает мир как есть, как он виден, без причин, без каких-то гипотез о том, как это случилось, и я бы сказала тоже, я не по философским убеждениям, а по природе мне нравится видеть вещи, как и они есть, и не заглядывать, откуда они такими стали, почему так случилось, вот, и я думаю, что во многом, если мы обсуждаем постмодернизм, который очень социален, он, собственно говоря, и начался как такое социально-центрическое направление, то есть там нет темы вообще, которая всегда была темой искусства и мысли, темы человека наедине с самим собой, это искусство, масса, восприятие, в общем, вот такие вот все категории, и поэтому я думаю, я не знаю, кто начал это все, но существует в таких настроениях и движениях что-то вроде договора, как будто мы договорились, что современно это вот так, современно это холодно, отстраненно, без души, это игра какими-то мозаики из разных вещей, это всюду, не думая о том, что они должны между собой согласовываться, чем меньше согласовываться, тем лучше, и как бы сказать, человек вступает в это, как уже готовая предложенная ему схема жизни и мысли, очень мало кто это решает сам по себе, мне было жалко, когда постмодернизм стал господствующим направлением, а у нас русский постмодернизм, он вообще-то отличался еще большой агрессивностью, потому что западный постмодернизм как-то спокойнее, у него где-то такой агрессии, как здесь, вот, то мне было жалко молодых людей, которые очень рано как дыхание современности понимают именно вот это, только не думай ничего говорить искренне, потому что искреннего не бывает, не думай говорить что-нибудь о невыразимом, потому что ничего невыразимого нет и так далее, он получает готовую картины мира, как картины современности, и нужно быть очень, не знаю, смелым, странным человеком, чтобы сказать, а мне все равно, ну пускай это современно, а я не хочу так, и поэтому мне кажется, что это во многом такой как бы неформальный, совсем неформальный договор, что мы решили каким-то образом, что современность такая. Как вы полагаете, стоит ли проводить линию взаимосвязи между такого рода способом мышления, ориентирующимся на схему, и практикой реализации тех или иных идей в социальной, общественно-политической, культурной жизни, не являемся ли мы сегодня в какой-то мере в разных точках географических, да, заложниками того, что такой способ мышления стал мейнстримом, и в силу этого те самые катаклизмы, которые то там, то сям происходят с большей или меньшей степенью трагизма. Да, я думаю, что, конечно, это связано и связано как раз, мне кажется, даже в этой самой своей работе о еще тогда молодом постмотернизме я писала, что дело не в том, что они что-то приносят, вот эти движения такие опустошенно-опустошающие, такие вот как бы представляющие весь мир, как руины с исчезнувшим смыслом. Вот это, знаете, у поколения моих студентов, когда я начала преподавать в университете, был кумиром Дорида, и они все читали главным образом Дориду, и даже когда там Дориду про Августина, я спрашивала, а самого Августина вы читали, они говорят, что зачем, это уже Дорида все перевел на современный язык. Так вот, у Дорида книга есть, как раз я ее читала, потому что она посвящена как раз, по-моему, была выставке Рембрандтова в Париже, которая называется так, «Вначале были руины». И почему-то всех это вызывало необычайный восторг, «Вначале были руины». Я говорю, но это не удерживает одной минуты внимательного взгляда, потому что чтобы были руины, что-то должно было начаться и рухнуть. Что-то было до того, как она стала руином, начаться с руин ничего не может. И вот такого рода меня всегда удивляло только то, почему это вызывает какой-то энтузиазм, что она уже, руины, бессмыслица, язык, это репрессивная система, и мы почему-то это всех приводят в такой восторг. Как-то я недовольна становится от этого. Вроде бы огорчиться можно было. Вот. Да. Согласитесь с тем, что вот в этом способе мышления мы имеем дело с отказом от предельных понятий, когда мир описываем не в качестве его какой-то предельной подоплёки, в качестве способа описания, в качестве неких языковых конструкций, тем самым скатываясь в зависимость от практики словаупотребления. И в этом смысле эта практика становится очень варьируемой, очень управляемой и репрессивно управляемой. Да, и при этом всё равно направлено на преодоление зависимости, там как раз репрессии и так далее, как бы освободительное, то, что она человека закабаляет, вот как я говорила, с юности, потому что с юности ему говорят, что не думай искать что-нибудь кроме дискурса, везде одни дискурсы, что дальше. Да, и вот как раз когда я этим занималась, вот этим руинированием мира, децентрализации, что никакого центра не может быть, всё более-менее там условно, то я, тогда у меня возникло такое подозрение, что там, где создаётся вакуум, смысл, смысл, который очень важен для человека, ему говорят, что такой смысл просто нет, мы живём вот среди всех этих дискурсов, вот, то появляется простая сила, сила бессмысла, и она вступает в эту пустоту, которая ей нечет, не может ничего противопоставить, потому что она уже сказала, что ничего нет, и вдруг является какой-то фанатический, не знаю, как его назвать, коллектив, вот, и готовый за вот эти свои очень убогие, очень ничтожные идеи, делать всё, что угодно, это как чистая такая сила, и с другой стороны, вот этот вакуум, мне показалось тогда, что, как бы сказать, вот эта вот пустая, но страшная сила, она рядом, потому что слишком опустошён становится мир интеллекта. Это можно, я не буду больше долго на этой теме зависать, но тем не менее, это можно сравнить с постулированием некоего универсального образа мыслей, где составные части этой системы не уходят в глубину в некую, а постулируются и декларируются, и в силу этого этот универсализм не безусловен, потому что он предполагает перетасовывание однажды постулирования, то есть, по большому счёту, это мир цензуры. Да, которая при этом никак не осознаёт себя как цензура, наоборот, она борется со свете цензурами, потому что всякое утвердение, уверенное утверждение, это уже насилие и так далее. Вот, конечно, это очень неприятный вид на самом деле регулирования. языки меняются, термины какие-то, мета-языки, потому что появляется какое-нибудь одно слово, там, дискурсы, всё, всё становится дискурсами, и я вижу тексты написанные на вот этом мета-языке, которые нельзя, как бы сказать, вынести из этого языка, там ничего не вынесешь, там только, значит, вот такая вот паутина сплетается из этих общепринятых в определённом высоком, так сказать, кругу слов. Простой человек этих слов, в общем-то, не знает. Но он ими определяем, он живёт в этом контексте. Да. Можно я оттолкнусь от вашей цитаты, я её прочёл в эссе, в докладе «Свобода как эскатологическая реальность», где вы опираетесь на блестящее переведённое стихотворение Поля Люара. Огромное вам спасибо, во-первых, за него, это потрясающе. С 42-го года, да, имя твоё пишу. Цитата. Из слова «Свобода» в нашем современном контексте исчезла поэзия, исчез высокий регистр её смысла. Та свобода, о правомощности которой теперь спорят, прозаична. Её имя, имя прав индивидуума перед безличными инстанциями. В силу чего современность, на ваш взгляд, делает этот выбор, выбор в пользу прозаичности, свободу и в пользу выхолощивания высокого регистра поэзии, в этом смысле продолжая. Насколько сегодня поэзия спасительна и актуальна? Ну вот вы опять задаёте каузальный вопрос в силу чего? Я не знаю, в силу чего делается такой как бы удивляющий меня выбор. Выбор вот опять же безнадёжности, бессмысленности, разрушенности. Почему он приносит удовлетворение? Я не знаю. Но бывают люди, например, скептического склада. Почему-то им нравится быть скептиками. Мне кажется, я бы так няня прожила. Так вот ходить и повсюду говорит, что это всё такое. Ну почему-то это нравится, я не знаю. Но чтобы это стало общим, это удивительно, конечно. Что касается поэзии, ну поскольку это моя в общем-то родная стихия, конечно, я думаю так же, как и между прочим все философы 20 века, они необычайно серьёзно относились к поэзии, серьёзнее, чем философы прежних времен. Будь это Витгенштейн или Хайдегер, для них там был какой-то очень большой смысл, именно как к смысловому началу, а не как к декоративному. я думаю, что поэзия, которая действительно сообщает этот смысл, она никогда не сообщает это прямо в виде каких-то философских или философствующих из речений, как это делали советские поэты, обычно такие, знаете, дровоучительные, дидактические, времена не выбирают или ещё что-то такое. Вот это не те смыслы, которые сообщает поэзия. Поэзия может быть ни о чём, скажем, там цветок засохший без фанны, она не тот смысл сообщает. Вот, поэтому для меня так оно и есть, как для других, я не знаю, есть очень много людей к этой области глухих и ненуждающихся как бы-то в этом. Ольга Александровна, могу немножко в актуальную повестку перейти. Вот от чего оттолкнувшись, вы говорите, серьёзность отношения, для меня это, читай, равно некая интеллектуальная честность. Я не знаю, в какой мере вы являетесь человеком университета, но вот для многих вы и есть университет в определённом смысле. Вот сегодняшнее российское образование и понятие об интеллектуальной честности это вещи в значительной степени совместны или много, скажем так, подмен происходит? Вот как человек внутри, что вы можете об этом сказать, что вы об этом думаете? Вы знаете, я не очень-то внутри, и преподавателем я действительно была какие-то годы, и у меня остались люди, которые себя называют вами учениками в прямом смысле, потому что они мне сдавали экзамены и зачёты в Институте мировой культуры. Я бы не сказала, что это моё призвание, никогда так не чувствовала, в отличие, допустим, от Аверенцева, который по природе был свидетель, это было его призвание. Он очень, как бы сказать, он к этому стремился, ему не дали вовремя стать действительно преподавателем. Вот, я его называю во многом своим учителем, хотя как раз я ему экзаменов и зачётов не сдавала. Это другого рода отношения, но достаточно долгие и содержательные. Вот, так он, действительно, это было его призвание. Мы как-то встретились, наверное, это было начало 80-х, на такой ненастной, тёмной Тверской, которая была ещё улица Горького. Он в это время занимался арамейским реконструируемым текстом Евангелия. Я не буду эту историю пересказывать, но, в общем, включился в это движение, которое уже не первый век идёт, восстановление устного арамейского текста, то есть перевод с греческого как бы назад на арамейский, потому что предполагается, что говорилось это всё на арамейском. И вот там, в частности, он увидел, что переводя слово за слово, вдруг получаются рифмы, и что часто это стихия, именно там, где высказывание Христа, где повествование, пошли они туда, там ничего такого не получается, но как только начинается прямая речь, возникает сам собой и ритм, и часто просто созвучие ритма, и рифм. И когда он мне это рассказал, привёл какие-то примеры, глядя на вот эту толпу, которая шла туда-сюда по тёмной улице, вот, вы, наверное, не представляете, какая депрессивная была толпа в начале 80-х, и он говорит, не всем это хочется рассказать, показывали, всем, всем это хочется рассказать, то есть у него это было первое желание, когда он что-то узнавал, понимал, тут же рассказывать, вот, и у меня нет такого совсем порыва, поэтому я не очень могу говорить о преподавании, вот, в университете, конечно, со стороны организации, внешней организации делается всё, чтобы этого вообще не, чтобы не было настоящего контакта между преподающими учениками, чтобы предмет был изложен как можно более мёртвым образом, что ли, формальным образом, но среди тех, кто преподает, есть очень много замечательных людей, которые как бы изнутри этого проделывают свои ходы, да, я вот преподавателем, даже просветителем никогда бы себя не назвала, но учеником, да, это в общем одно из главных пожалуй даров моей жизни, что у меня постоянно встречались в школьных лет какие-то необычайные учителя. А вот можно я в продолжение этой темы таким образом поставлю вопрос? Смотрите, учительство с одной стороны, да, безусловно, многие могут назвать Аверинцева своим духовным учителем, там, Бибихина, человеком с текстами, которого соприказали, тоже учителем, тоже самое можно сказать про Мамадашвили, про Пятигорского, но, тем не менее, этот мир остается миром одиночек, за исключением, пожалуй, что там, Лотмана, который создал школу, а вот все остальные школы, как таковой, не создали. Русская гуманитарная мысль XX века не дала продолжение вот тому, что мы имеем там в случае Хайдегера с кучей продолжателей, не с французскими экзистенциалистами, с кучей продолжателей, со школой, да, с направлениями, то есть как таковых направлений, вот даже когда вы говорили о Бибихине, как квалифицировать его, это внешняя квалификация, которую дала ваша французская коллега. В чем причина? Потому что такой школы, как русской феноменологии, практически нет, он, наверное, единственный ее представитель, да, но вы знаете, причина здесь очень простая, очень, потому что даже то, что у Юрия Михайловича была школа, и он создал свою школу, нужно иметь в виду, что он преподавал в городе Тарту, а не в Москве, не в Петербурге, не в каком-нибудь большом другом русском городе, это было бы невозможно, те занятия, какие он вел, те конференции, которые он устраивал, я впервые побывала в Тарту еще студенткой, на студенческой конференции, которую вел Лотман, и я была поражена, потому что в Москве я такого не видела, он сидел и слушал все доклады студентов, вступал с ними в разговоры, споры, и все это было коллегиально, это было не как-нибудь сверху вниз, в общем, меня поразила обстановка, которую он создавал, но ее можно было создать только в Тарту, может быть, еще какие-нибудь были, но мы знали одно такое место на территории бывшего Советского Союза, это Тарту, вот, Аверенцеву просто не давали преподавать, только с 90-х годов, получил такую возможность преподавать, когда уже у него не было сил достаточно, вернее, сил для него были, но желание не такое было, и он в основном преподавал уже в разных европейских университетах, где его приглашали, вот, не преподавал никогда Пятигорский, он читал какие-то, я слушала его лекции, это были факультативные лекции, не постоянные, не был постоянным преподавателем, все, кто что-нибудь, кому было, что сказать, были разлучены с молодой аудиторией, просто, просто совершенно твердым образом разлучены, это все, чтобы послушать Мамадашвили, Пятигорского, или Аверинцев, нужно было куда-то ехать, они могли выступать в самых странных местах, в институте кинематографии, в сельскохозяйственной академии, поскольку я свидетель, то могу назвать, места могли быть еще более странными, вот, там, где они должны были быть, например, на кафедре классической филологии, нет, там таких не брали, вот, так что причина просто очень простая, все делалось для того, чтобы этих школ не возникало. Москва, Петербург, вот, в чем принципиальное отличие этих городов? Понятно, что размер, понятно, что атмосфера, понятно, что политическое, историческое обрамление какое-то, но, тем не менее, с чем это? Это длинная история, и она продолжалась до последнего времени, не знаю, как теперь, вот, так сложилось-то, об этом писали структуралисты, о такой, как бы, двуглавости традиционной русской культуры петербургско-московской. Как ни странно, в советское время продолжилось это различие, хотя, мне кажется, прежней глубины в нем уже не было, это скорее было такое ностальгическое противопоставление, и, наверное, более сильное со стороны питерских людей, потому что мы не москвичи, а москвичи как-то вообще про себя так особенно не думали, не противопоставляли. Вот, ну, характер этих двух вершин, я думаю, всем прекрасно известен, написан, но мне кажется, вот я повторю, что мне кажется, что это не было так вот глубоко в советское время, когда, собственно говоря, власть над всеми была одна и та же, и самобытных мест, в общем-то, не было, но какой-то характер сохранился. Я как раз ближе была с петербургскими, с мосдатскими поэтами, питерскими, тогда они назывались питерскими, а официально ленинградскими, вот, с ними была ближе, чем с московскими, ну, потому что они, это была скорее близость среды образования, чем место, потому что они тоже, Виктор Криволин, Елена Шварц, Сергей Стратановский, они тоже были по образованию люди университетские, как-то мы друг друга больше понимали, чем, допустим, с Леонидом Губановым, московичем. Вот вернусь на полшага назад, когда вы сказали об атмосфере ранних 80-х, вы сказали, что я не могу представить себе этой депрессивной толпы, буквально на полях, да, не в общей линии разговора, а сегодня настроение улицы, вот, вы как его считываете, потому что вы ходите по этим улицам, вы, видимо, антропологически погружаетесь в эти глаза, это не депрессивное настроение? Это другое, вы знаете, другое, я тоже, можно сказать, начинаю избегать вот таких слишком частых выходов, мне это не очень приятно становится, как и вот в советское время, но характер другой, потому что тот был просто, как бы сказать, тупо подавленный, люди были просто вот несчастные и озабоченные, прибитые, вот так они в таком виде шли, улыбки встретить было невозможно, вот что, что такое происходило, но вы можете посмотреть фотографии тех лет, там видно, как, как выглядят люди, какие-то вот несчастные, но не знающие того, что они несчастные, им кажется, так это нормально, вот. Сегодня мы знаем, что мы несчастные? Я думаю, что сегодня больше знаю, так. это грустная нота, но я, наверное, к чему-то воспринимаемому мною светло попытаюсь обратиться и вас попрошу. Ваше знакомство с Венедиктом Ерофеем, вот мы говорили о Петербурге, о Москве, он же был писателем с одной стороны универсальным, да, таким вот российским, с другой стороны он был Владимирским человеком или это неправильная интерпретация? Нет, во-первых, он был не из Владимира, родом, а их гораздо больше дали с Кольского полуострова. Он приехал поступать в Москву, в Московский университет, закончив золотой медалью школу где-то на Кольском полуострове. Вот, а потом, когда его выгнали с Московского университета, он уже учился во Владимире, так что он как бы тесно связан с Владимирской компанией, это были его соученики, последователи, вот, они в Москве часто появлялись такой большой группой, назывались Владимирские, но кроме Венис, глава этой компании, никогда не была Владимирским. Вот, но это как раз свойство Москвы, потому что Москва, в принципе, это, как бы сказать, сверхпровинциальный город, потому что он состоит из людей, приехавших по большей части из разных, самых разных провинций, они-то, собственно говоря, составляли такое московское своеобразие. То есть, в этом смысле, он более провинциален, нежели сама провинция. Да, он собирает из себя все, собирал из себя, я опять же не могу говорить про нынешнее время, как оно происходит. Вот, собирал все, и люди очень быстро начинали себя чувствовать москвичами, вот эти приезжие люди. Тот же вот поэт Иван Жданов, с которым мы дружили, он приехал с Алтая, и, конечно, он считался московским поэтом, вот, и в самом деле это был, была московская поэзия. В одной группе с ним был Алексей Паршиков, который приехал откуда-то из украинских мест. Вот, и тоже был московский. А вот, коль скоро заговорил я о Ерофееве, все-таки 24 октября исполнилось бы 85 лет. Могу попросить у вас, наверняка уже рассказывали, на те мнения, как случилось ваше знакомство и какой след этот человек оставил даже не столько в вашей жизни, а в нашей жизни. Вы знаете, я не раз о нем писала и совсем недавно записала на Арзамасе, знаете, этот ресурс, да, или как это называется, курс о нем из пяти лекций, где как раз пыталась рассказать о Ерофееве в общем контексте того времени и дальнейшего, поэтому кратко это сказать очень трудно. Вот, то есть это будет неинтересно. Ну, я с ним познакомилась, когда мне было очень мало лет, мне еще 18 лет училась в начале второго курса университета. Вот, и, конечно, для меня это был человек из другого мира совсем, из такой совершенно приличной советской семьи, и вдруг такой бродяга, он был точно такой, как это описано в Питовках, вот, такого я никогда не видела, ни такой компании, которая его окружала, все это мне показалось поразительным. И привлекательным. Вот, потому что я в этом увидела гораздо больше правдивости, чем в жизни вот таких лояльных советских людей. Ну, я думаю, что для меня это было, конечно, я бы его тоже причислила к своим учителям, вот, в таком неформальном смысле, потому что, конечно, я ничему, он меня не учил, как учитель. Вот, но я увидела, он мне дал увидеть то, что без него я бы не могла увидеть, что человек может быть гораздо свободнее в этих обстоятельствах. То есть, он показал другие возможности, которые я бы так не увидела среди, что называется, приличных людей. А какие возможности? Вот книга о другом мире, которая осталась в другой эпохе, или это книга, которая проецируется на день сегодняшний, вот, по-вашему? Ну, этого я не могу сказать, потому что для меня она осталась в моей жизни в тех годах. И с тех пор так много всего для меня переменилось. И я не перестаю, вот как раз для этих лекций я все перечитывала, и еще раз убедилась, насколько сильно, необычайно это написано. Вот, но для меня это уже не очень близкий душевный опыт, много другого прошло, многие другие люди мне встретились и у нас, и во всем мире, потому что мне пришлось потом ведь очень много ездить и жить в разных местах, ну, как приглашенный поэт, приглашенный профессор в Англии, в Америке, во Франции, в Италии. И во всех этих странах я знакомилась и с разными людьми, которые стали для меня друзьями, вот такими источниками опыта и смысла. Поэтому для меня петушки, конечно, для меня лично это может не интересовать. Это вопрос очень давних времен. Но я думаю, что как это читает человек, который впервые и вот сейчас вид, я даже не могу представить, это совсем другое. О давних временах и о мирах, да, о Востоке, о Западе. Вы, перечисляя сейчас близости, да, и друзей, которые так или иначе остаются, наверняка находятся с вами в переписке, в звонках, упоминали европейские государства. но 57-й год, я в одном из ваших интервью читаю воспоминания об отъезде в 57-м году в Пекин, где на платформе звучит песня, я ее ни разу не слышал, но вы приводите в Москву, Пекин. Идут-идут вперед народы. И вот мы сейчас на полном таком пару идем вперед вместе с китайским народом. Понятно, что Китай тогда, Китай сегодня это разные вещи, но Европа тогда и Европа сегодня это разные вещи. Насколько мы можем войти в эту воду, если можно так сказать, по умановению, по велению нашей власти, потому что нас ведут именно туда, и насколько мы можем уйти от Европы, потому что прощай, прощай, старушка. Я не знаю, мне кажется, это совершенно противоестественным выбранный ориентир совершенно, потому что, как бы сказать, это перечеркивает всю историю России, последнюю, то есть не последнюю, но со времен крещения, потому что закрещение было приобщением к европейской цивилизации и в византийском варианте, но Византия это ведь тоже восточная половина Римской империи, вот, и потом еще, то есть движение России в сторону Европы, оно абсолютно как конститутивно, всегда оно было таким, другое дело, что мы можем любить ориентализм, любить Китай, как я потом, не тогда в детстве, когда жила в Китае, потом я, конечно, полюбила китайскую живопись, китайскую поэзию, вот, представление о том, что это мир принципиально друг, что понять его мы можем ничуть не больше, чем его может понять француз или итальянец, совсем другое, вот, для меня это абсолютно бесспорный факт, вот, так что ничего хорошего, никакого не бегло в Союзе, я тут не могу на себя представить. Возвращаясь к разговору вот об этом поколении второй культуры или... Тем более, между прочим, Китай в своем современном движении, он западноцетричный во многом. Одно дело, что он удерживает какое-то свое китайское, сильно перемененное всем этим социализмом, и все, но тем не менее, он тянется к западу как к культуре, как к технологии, как к науке, это все, все, собственно говоря, источник его роста это запад. Вы не ощущаете сейчас тяги к культуре, не со своей стороны, безусловно, а вот в контексте времени со стороны, собственно, общества, вы ощущаете некоторую степень абскурантизма, который стал присущ нам сегодня, или это будет огрублением каким-то? Я думаю, что это официальная политика, контркультурная, конечно, если понимать под культурой, то, что мы любили, для чего мы работали, то, конечно, это официальная политика. Что касается общества, не знаю, те люди, с которыми я встречалась, я говорю, что я теперь очень мало публично появляюсь, но наоборот, я вижу, что хочется больше этого, но это не сейчас началось, между прочим, я заметила, знаете, еще в предвоенное время, что на моих выступлениях больше всего молодых людей, не странно, вся аудитория молодая, студенческого возраста, или даже старшеклассники, я не знаю точно, когда это началось, но к 20-му году это было все очевидно, что у молодежи какие-то другие интересы, я не люблю это слово, но что им хочется другого, что эпоха вот этого всеобщей иронии, Стёба и так далее, как-то себя изжила, что хочется другого, да, вот как раз тогда у меня появилось большое ожидание, даже не надежда, а ожидание, что действительно появляется другое поколение, вот, но теперь с этим поколением вот такая история. Вам неуютно на этой территории разговора, то есть вот эта тема вам тяжела? Ну, не тяжелее, чем другое, но, собственно говоря, я могу тут только добавить свои печали, возмущения и так далее по поводу происходящего, но содержательно вряд ли что-нибудь. Тогда коротко просто, вот ощущение тогда и ощущение сейчас. Вам доводилось в жизни ходить по флажкам в советские годы, и сейчас есть ли ощущение от того, что мы ходим по флажкам, по флажкам, не так, чтобы их сознательно обходить, да, а как минимум вот зримо их ощущая как нечто присутствующее в своей жизни. Это вошло в нашу жизнь, и это уже ее фон. Вы с этим согласны? Конечно, еще бы, еще бы, и, как бы сказать, наглядность сильнее, чем вот этот поздний советский мир, где, собственно, не так дорого человек платил за то, за инакомыслие, не так дорого, как сейчас, буквально жизнью. В этом смысле разговор о дружбе, вот история Валентина Сильвестрова, да, он написал несколько сочинений на ваши стихи, вы сейчас поддерживаете отношения, потому что он был вынужден на это. Да, да, да. Он всегда не особенно пользовался электронными средствами, но кто-то из его знакомых передает мне привет или какую-нибудь запись его новой музыки в авторском исполнении, так что до меня долетает, и я ему соответственно тоже пересылаю приветы. Есть такие отношения, которые не меняются от того, что происходит, я думаю, они редки на самом деле. Здорово. И завершая вот эту часть разговора, как вы ощущаете, сегодня происходит в нашей стране формирование того, что прежде именовалось второй культурой, то есть действительно рождается некое, я не назову это оппозиционной средой, но средой альтернативы, альтернативы вот этому зримому официозу, тот, который на языковом уровне, на уровне слова просто неприемлем, есть вещи, которые просто ртом произносить неприятно. Я думаю, что с абсолютной необходимостью это возникает, и наверное оно принимает другие формы вот в эпоху всех этих цифровых технологий другого распространения, чем это был сам издат или еще что-нибудь, но отстранение кардинально, я вот в общем принадлежу к тем людям, которые были в радикальном отстранении от официальной культуры, так называемой вторая культура, как только нас не обзывали там библиотечная эмиграция, еще как-то называют, совсем не хотелось иметь никакого ничего общего, потому что официальная культура позднесоветская не была уже абсолютно монолитной, там были зоны, которые потихонечку расширялись, каждый кто-то каким-то образом пробирался, старался вокруг себя расширять эту зону, все-таки Сергей Сергеевич Аверинцев был, даже по-моему он еще до перестройки успел стать член-корспондентом Академии наук или вначале, но во всяком случае он занимал официальное место, хотя на самом деле конечно он находился все-таки среди тех же флажков, в общем и были такие зоны более терпимые, более свободные, конечно убранные от общего внимания. Сейчас расширение этих зон возможно и собственно говоря откуда? Даже на путях христианского просветительства, христианского гуманизма. Нет, абсолютно невозможно, я думаю это новый официоз гораздо более жесткий, гораздо более тупой, тот был такой стареющий, маразматический, в общем в каком-то смысле даже местами добродусный, вот этого нет и не предвидится, поэтому средних зон здесь не может возникнуть, я думаю, может быть кто-то думает, что получится, но я думаю, что он скоро убедится, что ему там придется делать. И завершая этот разговор, я позволю себе спросить вас у человека и у мести в литературе, который просил бы просто оценить, потому что оценка, которую я встретил на одной из страниц ваших интервью мне оказалось эмоционально не близко, то есть интеллектуально я его понимаю, но эмоционально не разделяю, потому что читал и перечитывал многое из Лимонова, вы где-то сказали, зачем мне этот мир, где всерьез обсуждает Эдичку Лимонова, вот речь в данном случае шла о персонаже или о поэте и писателе, разве у Лимонова нет неотъемливого места в русской литературе, на ваш взгляд? Вы знаете, в русской литературе очень много мест, с которыми я совершенно заглядно большого места, я вот уточню. Я не знаю, какое там большое, небольшое, он меня никогда не привлекал и не интересовал Лимонова, скорее, с тех пор, как я его узнала, скорее отталкивала. И последнее, что значит жить по совести? А вы думаете, это требует какой-то расшифровки? Вы знаете, практика нашей жизни демонстрирует, что это далеко не для всех является очевидностью. Вот так выходит. Многие просто-напросто не задаются этим вопросом. Хорошо, я рубрицирую, я более узко пост... А что такое совесть? Вопросы, на которые можно читать целые лекции или беседы проводить. Совесть. Где-то мне в какой-то старинной книге попадалось, может быть, в каком-то в житии или в чем-то таком. В общем, что совесть это любовь умная, что-то вроде того. То есть это здесь подчеркивается некоторая разборчивость. Разборчивость, которая свойственна совести. Она говорит, вот это не то. Внутренний, так сказать, голос тебе никто... То есть бывает, что в роли голоса совести выступит твой знакомый, конечно, но ты внутренне согласишься. Совесть это то, что нельзя делать по внешнему приказу, если нет собственного согласия. Да. И я думаю, что в ней очень важно умная начальность. Но это ум какой-то интуитивный ум. Потому что само слово совесть, там весть, корень, весть, то есть приставка с, которая говорит о присутствии чего-то и весть, то есть знание, присутствие в тебе некое знание. я полагаю так сказать наивно как Кант предполагаю, что это природный дар любого человека. Ему дан этот какой-то компас внутренний, но его можно заглушить и больше не слышать. И когда-то мне говорил один старый московский священник, что чтобы разобрать, что говорит совесть, надо услышать свой самый тихий голос. Совесть говорит самым тихим голосом. Долг орет, любовь орет, желание орет, а совесть говорит самым тихим голосом. И его можно заглушить так, что больше не слышит. Я конкретную ситуацию обрисую. Может быть, она вам в разных ракурсах известна, когда совесть замолкает. И это применимо к миру русского поэтического слова, которое географически существует и там, и здесь, и на территории Украины, и в России. И многих она сегодняшняя война развела по углам, сегодняшняя ситуация развела по углам. Вы сталкивались с ситуацией, когда прежде говорившие на одном, столкнулись с ситуацией, я бы даже так скажу, в настоящем, когда прежде говорившие на одном языке, в одной поэтической тональности люди сегодня не могут друг с другом общаться? Внутри поэтического общества, я не знаю, у меня не так много друзей среди поэтов, я должна признаться, вот, поэтому мне не приходилось с таким лично встречаться, но то среди людей это происходит, да, разных людей, среди близких родственников, понятно. Ольга Александровна, я благодарю вас за этот разговор. Спасибо вам огромное. Спасибо.